Переход на новые формы управления объектов Кандоминиума обсудили на заседании Акимата. Кумар Аксакалов начал заседание с кадрового назначения. Место руководителя управления образования региона занял 32-летний Назир Жашибеков. Уроженец Карагандинской области свою трудовую деятельность начал преподавательным историей в одной из гимназий. Несколько лет Назир Жашибеков работал руководителем отдела дошкольного и среднего образования. Следом занимал кресло руководителя отдела образования города Сарань. До сегодняшнего назначения работал заместителем директора Республиканского научно-практического центра Дарын Министерства образования и науки страны. Поздравляем и желаем удачи в предстоящей работе. После кадровых перестановок перешли к повестке дня. Обсуждали темпы перехода на новые формы управления объектов Кандоминиума. До упразднения КСК осталось около 8 месяцев. Объединение собственников имущества и простое товарищество вступили в силу уже в 940 домах. Их ждет новый этап. Это внесение необходимых данных в систему Изи Проджект. Всего к переходу на новые формы управления подлежат больше полутора тысяч Кандоминиумов. На сегодняшний день из 940 созданных форм управления в систему внесено 886 или 94%. Работу по внесению данных в систему Изи Проджект необходимо завершить в кратчайшие сроки, так как в дальнейшем планируется интеграция всех данных о многоквартирных домах для обеспечения открытости и прозрачности проводимой работы по управлению объектами Кандоминиума. Кстати, это одно из преимуществ новых форм управления. Вести работу открыто и прозрачно помогут доверенные лица, а именно председатели ОСИ и простого товарищества. Избираются они сроком на один год. Помогать старшим по домам будут советы и ревизионная комиссия. В составе каждого не менее трех человек. Срок службы – три года. Глава региона отметил, что эффективнее найти кандидатуры избирать знающих и живущих в этом же доме людей. Во-первых, это заинтересованность самого председателя в чистоте, уюте и комфортных условиях проживания в своем же доме. Во-вторых, у жильцов есть возможность ежедневного контакта. Спросить за работу будет намного легче. Кроме того, это дает возможность самостоятельно регулировать возникающие вопросы по содержанию и ремонту, в том числе и распоряжаться финансовыми средствами на едином счету. Во время КСК было максимум два счета на несколько, а то и больше многоквартирных домов. О прозрачности тогда говорить даже не стоило. Теперь же сберегательные и текущие счета открывают на каждый кондоминиум отдельно. Распределение и контроль за ними будет осуществляться Советом дома с предоставлением ежемесячных отчетов. Существуют также и другие преимущества от перехода на новые формы управления. Так, за счет средств местного бюджета появилась возможность регистрации объектов, оформления земельных участков кондоминиума, а также возможность проведения технического обследования дома. Стремительные темпы перехода на новые формы управления фиксируют и в районах области. Так, к объединению собственников имущества перешли 12 объектов кондоминиума в Мамлюцком, 3 в Таиншинском и 1 в районе имени Габита Мусрепова. Данную работу завершить необходимо своевременно, заключил в своем докладе Бахет Ильясов. С рабочим визитом в Северный Казахстан прибыли депутаты Сената парламента страны. Лидер по реализации государственной программы ЕНБЕК. Северный Казахстан за последние 5 лет принял более 9 тысяч граждан из трудоизбыточных регионов страны. Из них 83% в поисках лучшей жизни выбрали сельскую местность. Новоиспеченным североказахстанцам предоставляют субсидии, жилье оказывают содействие в трудоустройстве. Последнее способствует решению одной из проблем нашего региона. Вопрос дефицита кадров в основном закрывают специалисты из южных областей. Так, свое рабочее место здесь нашли 90% переселенцев. С начала реализации программы материальная помощь оказана на 1,2 млрд тенге. Из трудоизбыточных регионов прибыло около 360 учителей и более 150 врачей. Предпринимательством занимаются 528 человек. За 5 лет в селах региона построили более тысячи домов. Стоит отметить, что 88% переселенцев ранее и вовсе не имели собственного жилья. Рассказали здесь и об итогах реализации программы СЕРПИН. За 7 лет в образовательных учреждениях области обучили свыше 2000 казахстанцев. Большинство из них выбрали местную альма-матер. Почти 600 человек – студенты колледжа. Однако такая практика показала неутешительные результаты, отметил заместитель Акима области Ганин Нигметов. В среднеспециальных учреждениях адаптация прибывших, как оказалось, идет намного медленнее. С этого года мы прекратили прием студентов именно в организации ТИПО, поскольку это очень юные дети, молодежь, которые по раду причин не адаптируются, скучают по дому. Соответственно, больший эффект будет иметь, если мы будем приглашать больше студентов именно на программу бакалавриата, то есть в университет. Поэтому университетом СКГУ создан филиал в Шимкенте, точнее не филиал, а представительство, которое занимается именно привлечением студентов с южных регионов на гранты университета. Получить бесплатное место теперь будет сложнее, чем раньше. С этого года постепенно увеличивают входные баллы. Сейчас они практически приравнялись к стандартным проходным. Кроме того, заместитель Акима региона предложил допустить участие в программе молодых людей и из городских школ. Они тоже изъявляют желание получить образование в Северном Казахстане. А также возможно предусмотреть дополнительные стимулы, в частности материальную помощь, помощь в части покрытия расходов, по возмещению расходов, найма, аренды жилья, оплаты коммунальных услуг сразу после завершения учебы. Поскольку в результате бесед с этими студентами сразу после завершения им иногда бывает тяжело здесь закрепиться, найти жилье, оплачивать, поскольку они сразу находят за работу и так далее. Но вместе с тем, конечно, нам сильно помогает программа с дипломом всего. Предложения рассмотрят и примут дальнейшие действия, заверил Кумар Аксакалов. После участники заседания обсудили положение прибывших на историческую родину Кандасов. За пять лет в область переехали 227 семей. Еще 50 человек прибыли из Ирана в сентябре этого года. Они проживают в Весельском и в районе Шалакына. Главной целью визита депутатов Сената парламента стало ознакомление с условиями проживания переселенцев, лишение их проблем на центральном уровне. Хочу отметить, что одной из целей нашего визита также является обсуждение возможности реализации Ирказстанской области пилотного проекта СААП. Буквально в начале этой недели депутатской группы был осуществлен выезд в Аршалинский район Ахмолинской области, где мы воочию ознакомились с ходом реализации этого проекта, предусматривающего строительство 1282 типовых коттеджей для 8 тысяч человек. Я хочу обратить особое внимание, что государством здесь обеспечиваются только коммуникации и строятся дороги. Хандасы каждый строит дом за свой счет. Поэтому у нас есть здесь вопросы. В этом направлении я думаю, что в ходе этого посещения мы подробно обсудим возможность субсидирования строительства этих домов. С начала реализации программы в регионы переехали свыше 27 тысяч казахстанцев из трудоизбыточных областей страны. Наш край в поисках лучшей жизни намерены переселиться еще 1800 семей. Свыше 2000 участков в пригороде Петропавловска. Это вторая очередь застройки поселка Солнечный-2. Сейчас на месте пустыря тяжелая техника прокладывает коммуникации. Устанавливают столбы для линий электропередач, проводят водопровод. Это и плюс строительства дороги. Обойдутся в 8,5 миллиардов тенге. Деньги выделили из республиканской казны по программе «Нурлужол». Общая площадь застройки свыше 500 гектаров. Из них 220 под индивидуальное жилищное строительство. Здесь будет 2094 участка. Сейчас в очереди на жилье стоят 11 700 человек. Прокладывают коммуникации сейчас и в микрорайоне Южный. Проводимую работу делегаты одобрили. По их мнению, выдача земельных участков действительно решит жилищный вопрос городских жителей. А для тех, кто в селе, разработали новый законопроект. Для сельских жителей законопроект предусматривает строительство дома 50 на 50. То есть половину стоимости возводимого жилья государство возместит. Это станет большой поддержкой для сельчан. Сейчас проект на рассмотрении депутатов. Частные дома в пригороде и высотки в Петропавловске. Депутаты отметили хорошие темпы возведения жилья в городе. Впечатлила застройка по улицам Жумабаева и Уалиханова. На месте старых частных домов здесь строят современные многоэтажки. Университет некое общежитие. Построим два студенческих общежития для университета на 1200 койко-мест. Кроме того, в этом микрорайоне появится дворец спорта. 380 квартирных дома и 6 многоэтажек по 108 квартир. Их строит турецкая компания. Высотки будут современные. В них сразу устроят парковку и торговые дома на первых этажах. Посетили делегаты и промышленные объекты региона. Ознакомились с производством НАТО «Радуга». Пластмассовые изделия, сухие завтраки, натурально-экологически чистое твердое мыло. А в перспективе – теплица для выращивания овощей и производства санитарно-гигиенической бумаги. Над выпуском товаров народного потребления здесь трудятся 600 североказахстанцев. Работает и оптово-распределительный центр. Благодаря нему жители региона могут купить товар без посредников, а значит дешевле. Основная наша задача от производителя – получить товар, взять заявки непосредственно уже с торговых точек города и области и в них отвезти. И разорвать эту цепочку, которая полностью мешает развитию бизнеса. За счет этого растет определенная инфляционная наценка идет. Помогает сдерживать цены и овощехранилище. При «Радуге» оно вмещает 2200 тонн продукции. Производим достаточно, а не можем хранить, поэтому создаем дефицит в момент завершения урожая. Поэтому нам надо еще одно такое же овощехранилище построить для города, для того, чтобы уже максимально контролировать ситуацию. А фанерный комбинат решает проблему с импортом древесных стройматериалов. Здесь выпускают 18 тысяч кубометров фанеры в год. Половина остается в Казахстане, остальное идет на экспорт. Высокую оценку от делегатов получил и проект «Многопрофильная больница на 500 мест». Ее возводят турецкие инвесторы. В каждой палате только по два человека с индивидуальным холодильником, телевизором, санузлом. Это европейский стандарт. И такие палаты будут в каждом отделении. Ознакомились делегаты с ходом возведения нового корпуса Кузыбаев-Юниверсити. В 11-этажном здании будут располагаться 73 современные лаборатории. Знания будут получать по самым востребованным в регионе профессиям. Стройматериалы подорожали в разы, а выделенная сумма не изменилась. С такой проблемой столкнулся подрядчик, который ремонтирует участок автодороги Челябинск-Новосибирск. Из 30 километров в порядок привели чуть меньше половины. После стоимость материалов резко выросла, но бюджет на дорогу не изменился. Спорт с подрядчиком дошел до суда, и вот разбирательства завершены. ПСД пересчитывают. Весной следующего года ремонт продолжат, и в 2022-м дорогу сдадут. На старте и реконструкция полотна обход города Петропавловск протяженностью 8 километров. Работы предусматривают строительство нового вантового моста через реку Есиль. На это требуется 20 миллиардов тенге. По объекту капитального ремонта автодороги во вход села Возвышенко протяженностью 3 километра. Это автодорога Булаева-Рощинская. Подрядная организация «Кокштаб Автодор». На сегодняшний день проект завершен. Сейчас готовится для сдачи в эксплуатацию. Завершается капитальный ремонт моста через реку Бармашин автодороги Петропавловск-Соколовка-Граница Российской Федерации. Работы выполнены на 85%. Скоро разрешат проезд по мосту. В мае месяце текущего года начаты работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги А13 Кокштау-Кишки-Николь-Омск. Выделенная сумма на разработку ПСЗ составляет 80 миллионов тенге. В рамках данного проекта мы будем предусматривать строительство путепровода через железную дорогу и моста вблизи села Талшак. Трех площадок отдыха с освещением в поселках Талшак, Кишки-Николь и Талшак. По этой дороге курсирует огромное количество грузового транспорта с инертными материалами, потому конструкцию усилят. Разрешенная нагрузка на ось станет выше. Также строительство и капитальный ремонт двух мостов. Это автодорога Аркбалок-Чистополье. Вблизи села Салт-Кунголь ведется строительство моста. Данный участок в паводковый период подтопляемый. Строительство моста позволит полностью избежать каких-то чрезвычайных ситуаций. Улучшают в регионе состояние не только полотна, но и придорожного сервиса. Пока что из 117 объектов национальному стандарту соответствует только 60%. Идет работа по выявлению незаконного возведения зданий и сооружений при дороге. Такие самовольные стройки останавливают. Владельцев привлекают к ответственности. Возводить придорожные объекты можно легально. Вдоль магистрали есть 11 пустующих площадок отдыха, которые могут передать в безвозмездное пользование предпринимателям. Главное условие – объект сервиса должен быть не капитального типа из модульных конструкций с теплым санитарно-гигиеническим узлом. Работу медицинских учреждений обсудили на брифинге в региональной службе коммуникаций. С начала года на работу областных медицинских организаций поступило 180 жалоб. По сравнению с тем же периодом прошлого года, их количество возросло на 78 случаев или на 56,6%. Что касается категории поступивших жалоб, то их можно разделить на следующие. 107 жалоб на качество оказания медицинской помощи, грубое отношение, отказ в обслуживании, вызова, приписка. 31 жалоба на длительные сроки, ожидание консультации узких специалистов, очередь на исследования КТ и МРТ. 24 прочие жалобы, длительное ожидание приема участковой службы, отказ в приезде скорой медицинской помощи и качество ее услуг. 16 жалоб на отказ в обеспечении лекарственными препаратами на амбулаторном уровне и две благодарности. Чаще всего жители обращаются через колл-центр 1406 и посредством мобильного приложения CallDAO24-7. Из них, проводя анализы и мониторинг, самое большое обращение от населения поступает на качество оказания медицинской помощи в городских поликлиниках. Так, например, за 9 месяцев текущего года на обращение от населения поступило на сайты, в информационную систему. На вторую поликлинику у нас самое большое поступило, это 39 обращений. Третья поликлиника – 35 и поликлиника первая – это 19 обращений. Специалисты утверждают, что 50% обращений возможно было решить на месте, при грамотном разъяснении вопросов. Для этого на постоянной основе проводят обучающие совещания. Так, за этот год организовали 43 мероприятия с охватом порядка 3000 человек. Среди них заместители главных врачей, заведующие отделениями, участковые врачи, средний медицинский персонал, сотрудники регистратуры, колл-центров и другие. Хотелось бы довести до населения, как защитить свои права пациенту. Во-первых, хотелось бы сказать о том, что первый и самый быстрый и удобный способ – это обратиться в службу поддержки пациента именно в медицинскую организацию. И второй путь пациента, если, например, не нашли вы какое-то взаимопонимание медицинской организации, то необходимо обратиться второй – это на колл-центр управления здравоохранения по номеру 42001. А также можно обратиться с жалобой через мобильное приложение «Колдау-24-7», с «Октандеру-Бот» в Телеграм и на сайт фонда социального медицинского страхования «FMS.KZ». Так, по двум жалобам специалисты провели проверки качества медицинских услуг, где выявили нарушение требований законодательства в области здравоохранения. Эксперты отдела мониторинга оформили акты, выявили 14 дефектов, приняли экономические меры к медицинской организации. В Петропавловск приехал столичный травматолог-ортопед Национального научного центра материнства и детства Нурбек Надиров. Доктор медицинских наук провел встречу со студентами. Опасная, быстро прогрессирующая болезнь, которая может привести к инвалидности. Сколиоз или искривление позвоночника – диагноз распространенный. Но ученые всего мира до сих пор не выяснили точную причину возникновения сколиоза. В 90% случаев, видимо, причины болезнь не имеет. Об этом будущим медикам рассказывает врач-травматолог-ортопед столичного национального научного центра материнства и детства Нурбек Надиров. В своем выступлении доктор медицинских наук поделился и неутешительной статистикой по сколиозу. В Казахстане в 2011 году зарегистрировано 36 тысяч случаев сколиоза. Дальнейшая статистика пока неизвестна. Из этих 36 тысяч больных – 31 тысяча дети до 18 лет. Это, конечно, большая цифра. Мы каждый день делаем операции на позвоночник. Очень важно не запускать болезнь, говорит врач. Иначе внутренние органы начинают сдавливаться. Последствия этого серьезные. Человек может стать инвалидом. При тяжелых и запущенных случаях назначают операцию. Ее в нашей стране делают только в Национальном научном центре материнства и детства. Операция очень сложная. В среднем длится 7-8 часов. О нюансах хирургического вмешательства спрашивали студенты вуза. Будущие медики получили не только исчерпывающие ответы, но и советы. Нужно изучать английский язык. Очень много полезных статей и инновационных методов от мировых ученых и врачей написаны на английском. Чтобы развивать казахстанскую медицину, нужно, конечно, следить за открытиями в других странах. Согласно с этим и студенты. В числе тех, кто параллельно с медициной изучает иностранные языки, Анастасия Изотова, она планирует стать хирургом. Четверокурсница говорит, что за час встречи с доктором наук получила много полезной информации. Сегодняшняя встреча принесла очень много мотивации. Мотивации обучаться, мотивации дежурить, мотивации познавать, изучать языки, мотивации стать хорошим доктором. Очень интересная была встреча. Очень много нового узнали. В конце встречи Нурбек Надиров высоко оценил работу медицинского факультета университета. Также врач посетит местные больницы. Планирует провести встречи с медиками и консультации для пациентов со сколиозом. Если выявят больных с тяжелым течением болезни, могут отправить на операцию в столицу. По статистике в области распадается каждая четвертая семья. Если с начала года заключили почти 3000 союзов, то разошлись из них более 600 пар. Но несмотря на это в регионе есть и крепкие семьи. Этим фотографиям 44 года. Тогда юные Каратай и Буташ Мусины скрепили свой союз с клятвами. Праздновали свадьбу. Сейчас, прожив в браке почти полвека, с улыбкой на лице вспоминают те времена. Рассказывают о первой встрече в студенчестве, о том, как рука об руку прошли сложные времена. Развал союза, кризис, реформы. Однако эти трудности ничуть не повлияли на их семейную жизнь. Наоборот, только укрепили их брак. Говорят, секрет семейного счастья прост. Прежде всего, сохранять уважение, быть опорой друг для друга, стремиться и мечтать об одном. Молодежи я сейчас пожелать бы хотел, чтобы они не боялись трудностей. И самое главное всегда чувство ответственности, чувство долга, чувство дисциплины. Думаю, если молодежь это будет соблюдать, я думаю, у них все получится. Восьмой десяток жизни супруги посвятили внукам. Их у пенсионеров семеро. Каждый занимает особое место в сердцах бабушки и дедушки. Вырастили и поставили на ноги они троих детей, вложили в них правильные ценности. Глава семейства считает, что мощнее любой нотации действия, поэтому начинал воспитание детей с себя. Этот вклад отмечает и его супруга. Многому научил детей. Был мастером своего дела на работе, заботился о семье. Когда я задерживался на работе, все домашние дела брал на себя. Учительство ведь не простая работа. Начинается утром, заканчивается ближе к ночи. Он это понимает, ведь сам 12 лет преподавал физику в школе. В воспитании мы придерживались семейным ценностями традиции. Так и прожили и в горе, и в радости достаточно долгое время. К сожалению, прожить долгую жизнь и состариться на одной подушке удается не каждому североказахстанцу. Самый короткий брак в регионе распался через месяц после его заключения. За 10 месяцев 2021 года зарегистрировано 2934 заключение брака, 609 – расторжение брака. Средний возраст у мужчин и женщин при расторжении брака составляет 40-42 года. Средний возраст при заключении брака 25-35 лет. Согласно статистике, каждый четвертый брак в Северном Казахстане неудачный. В заявлениях на развод пары пишут следующее. Не сошлись характерами, измена одного из супругов, порой причина расторжения – алкоголизм. К слову, в рейтинге среди самых пьющих наша область на шестом месте. Сохранить брачные узы пытаются и в департаменте юстиции, дают время на раздумья. При расторжении брака у нас дается один месяц на расторжение брака, но при этом органами РАКС ведутся беседы при расторжении брака. То есть с супругами по отдельности, либо вместе обязательно проводятся беседы, дабы воссоединить семейный очаг. В целом повлияло на резкий скачок количество разводов пандемии, говорят специалисты. Их уровень повысился на 30%. С начала карантина кто-то стал ближе, а кто-то не смог вытерпеть компанию друг друга. Не смог преодолеть трудности, как Каратай и Боташ Мусины. Редактор субтитров А.Семкин